Ничего нам не показали. Вот она воткнула. Чудодейственный прибор-спасатель. Таким звуком должен предупреждать о том, что произошла утечка газа. Только куда его устанавливать и как им пользоваться, говорят жители, им не объяснили. Надежда Кузнецова купила прибор в апреле. Продавцы заверили. Теперь такие ставить нужно обязательно, иначе штраф. Мол, существует даже специальный документ. Почти 5000 рублей Надежда заняла у соседей. О том, что спасатель никак не спасает от загазованности помещения, а те, кто его продают, мошенники, узнала позже. Изначально, говорит, все выглядело очень убедительно. Они пришли, как горгаз. На них были красные вот эти жилеточки. Я поняла так. Газ-контроль. Но ведь официально газ-контроль. Как еще можно не поверить? Его достоверение показали официально все. Как можно не поверить? Больше половины пенсии за спасателя отдала и Валентина Березуцкая. Сначала рассказывает, возмущалась, но после того, как ей сказали, что уже через месяц прибор будет стоить вдвое дороже, растерялась и послушно отдала деньги мошенникам. С толку женщину сбило и мнимое постановление правительства. Дает мне постановление. Я читаю постановление правительства. 25 числа мая, если вы сейчас не приобретете этот прибор, то 25 мая вы будете приобретать по 10 тысяч. Будут штрафы. Вот увидите, мы придем 25 числа. Ну и все. Никто не пришел? Никто не пришел. По словам жителей, у организации, которые торгуют приборами, есть офис, но там людям ответов не дали. В управление Роспотребнадзора с жалобами обратились уже 10 человек. Но тех, кто стал жертвами мошенников, может быть больше. Жители призывают фальшивым документам не верить. Нормативного акта, который бы указывал, чтобы установить данный универсальный детектор спасатель, такого акта нет. Поэтому здесь, указывая на то, что если он не будет установлен, вводят наших жителей в заблуждение. Эксперты предупреждают. Верить тем, кто приносит товар подобного рода на дом, нельзя. Следует обратиться в полицию и в управление Роспотребнадзора. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.